Березняков Новости на ТНТ Новости на ТНТ Новости на ТНТ церковь, потому что нам ее не отдавали. Но мы собрали собрание, решили здесь дежурить. Вошли в эту церковь и больше не выходили. Администрация города вынуждена была остановить производство здесь и в конечном итоге нам выдали документ для владения этой церкви. По мнению священнослужителей, этот храм – сердце православного Верхнекамья, а его богатая история привлекает прихожан. Каждое воскресенье и каждый праздник у нас много людей, потому что сам по себе храм древний притягивает своей намоленностью, своей благодатью, потому что и бабушки, и дедушки, и родственники какие-то дальние-дальние здесь когда-то молились. Они также проливают свою горячую, теплую молитву ко Господу, чтобы всем нам познать вот этот свет истины. Несмотря на будний день, на праздничную литургию собралось больше сотни человек, чтобы пожелать храму процветания. Праздничная, конечно. Красиво, очень много пели. Красиво очень, хорошо очень. Благодать. То, что был крестный ход, это тоже очень чудесно. Это просто Божья благодать. Все, как говорится, Господу угодно так сделать. Вот сегодня такой большой праздник. Чтобы существовал долго-долго, конечно, спаси, сохрани Господь всех людей, которые ходят. Я прямо очень довольна, что стало больше ходить людей в церковь. О том, что православная церковь в Березняках стала получать большую поддержку, говорит и то, что храм Иоанна Предтечи вскоре перестанет быть единственным в городе. Кроме храма Николая Чудотворца, что строится у площади первостроителей, в ближайшее время планируют возвести еще две православные церкви рядом с городскими больницами, а также часовню на старом кладбище. Наталья Луначева, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. А теперь к другим мирским темам. Городской суд вынес приговор отцу убийцы. 28-летний житель Березняков осужден за смерть двухмесячной дочери. Установлено, что Александров не менее трех раз подвергал избиению своего ребенка. То есть он наносил ей удары рукой по голове. То есть ребенок капризничал, плакал, раздражал, соответственно, Александрова. Ну вот, пытаясь как-то успокоить ребенка, он, как он пояснял, его нянчил, а потом, значит, в приступах гнева наносил ей удары. Причиной смерти ребенка явилась острая субдуральная гематома, то есть закрытая черепно-мозговая травма. По решению Березняковского городского суда мужчина был признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Пыль столбом и страшный шум. В Березняках продолжаются работы по ремонту кровли жилых домов. Дело, конечно, хорошее, вот только действия рабочих порой удивляют. Примеры наплевательского отношения к людям в репортаже Михаила Якунина. Это видео снято нашей телезрительницей. Сегодня ночью в ее дворе развернулись строительные работы. Рабочие пригнали кран и начали что-то спускать с крыши соседнего дома. Шум и грохот стоял такой, что спать было невозможно. Конечно, ремонт кровли – это дело нужное, но по закону шуметь после 11 вечера нельзя. Мы собирались ложиться спать и время было уже где-то 12. Пол первого мы услышали громкий шум во дворе. Подошли к окну и увидели, что там работает кран. И они очень громко шумели, что спать было невозможно. Где-то полчаса был шум. А это уже другой район города. На доме 80 по улице Льва Толстого подрядчик тоже меняет кровлю. Работают так, что аж пыль столбом в прямом смысле этого слова. На этом любительском видео картинка говорит сама за себя. Жильцы этого дома пока мужественно терпят таких строителей. Она идет уже, что теперь делать-то? Терпеть надо. Пыль-то не только на этот. Не мешает. Что теперь работать надо? Мы приехали к этому дому в разгар рабочего дня. Но строители почему-то не застали. Возможно, подрядчики после нашего сюжета обратят внимание на действия своих рабочих и примут меры. Ведь ремонт должен быть на благо, а не во вред. Михаил Якунин, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Театральный бум в Березняковском драматическом театре готовится к 77 сезону. Сегодня художественный руководитель Денис Кожевников созвал по этому поводу пресс-конференцию. О том, что ждет березняковских театралов, репортаж Евгении Кокшаровой. Сейчас мы находимся в зрительном зале Березняковского драматического театра. Он пока закрыт для посетителей, однако на сцене вовсю идут репетиции. Откроется театральный сезон уже 21 сентября. С постановки «Вагончик мой дальний» по одноименной повести Анатолия Приставкина. Стоит посмотреть хотя бы потому, что этот спектакль ставится первый раз в мире. Если в прошлом сезоне на березняковских подмостках преобладали современные пьесы, то нынче балом будет править классика. В дальнейшем в наших творческих планах такие названия, как «Золотой петушок» Пушкина, «Вишневый сад» Антона Павловича Чехова, «Тургенев», «Вешние воды», «Варшавская мелодия» Леонида Зорина, «Нос» Гоголя, ну и еще ряд названий, которые сейчас в стадии обсуждений находятся. В новом сезоне пополнился актерский состав. Новенькие в труппе Илья Еремеев и Алексей Корсуков. Обоим по 22 года. Оба из Перми. Сейчас репетирует свои новые роли в уже известном березняковцам спектакле «Тестостерон». Был в ожидании такого, что как-то провинциальный театр там, режиссера такого не знаю, труппу никого не знаю, в городе никого не знаю. Тут приезжаю, мне все улыбаются, мне все рады и так обрадовался тоже. Труппы мне здесь нравятся. Здесь очень много таких уже народных, каких-то таких, как сказать, ну артистов, в общем, таких с большим опытом. Вот и они мне очень помогают. Ну и очень много молодых ребят. Все они веселые, хорошие, симпатичные. В октябре труппа станет международной. Сюда приедут два актера из Латвии, супружеская пара. А через несколько лет служителям Эльпомены в нашем театре станет почти в два раза больше. Ведь на его базе открывается курс Пермского государственного института искусств и культуры. Для того, чтобы читать лекции березняковским студентам, сюда будут приезжать педагоги из Перми. Планируется с нового года объявить подготовительные курсы для набора. 15 человек, 15 бюджетных мест будет на этом курсе. Также Денис Кожевников поделился с журналистами и другими планами. Например, через год в наш город из Москвы, возможно, перенесут театральный фестиваль имени Олега Ефремова. Ефремовское пространство. Его дочь Анастасия уже поддержала эту инициативу и скоро сама приедет в Березники. Также березняковские театралы, возможно, станут свидетелями рождения масштабного проекта, посвященного истории нашего края. В общем, ходите в театр. В новом сезоне его работники припасли множество сюрпризов для своих зрителей. Евгения Кокширова, Максим Колчанов, Новости на ТНТ. А я напоминаю, что в нашей программе проходит акция под названием «Мой ребенок талант». Самых необычных и одаренных детей увидит весь город. Мы ждем ваших заявок по телефону 26 28 17. Всем участникам гарантированы призы. Вашему ребенку от 3 до 7 лет он удивляет вас каждый день. Участвуйте в акции «Мой ребенок талант». Звоните 26 28 17. Талант вашего ребенка удивит весь город. Родился ребенок и все в свой черед. Растет, развивается, мир познает. И все изучить предстоит самому. А мы лишь чуть-чуть помогаем ему. Компания «Непоседа» для детей с любовью. Мы делаем новости вместе с вами. Если вы хотите пожаловаться на проблему, мы сняли на видео необычные события или происшествия. Если вы знаете то, что будет интересно другим, поделитесь этой информацией с нами. Автор лучшей новости недели получит вознаграждение – 3000 рублей. Мы ждем ваших сообщений по телефону 20 16 20. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды и реалити-шоу «За гранью женская лига». Не пропустите. А я прощаюсь. С вами был Артем Архматуллин. Всего доброго и только хороших новостей. Прогноз погоды представляет компания «Технологии климата». У нас вы сможете приобрести все для систем отопления. Котлы, радиаторы, насосы, трубы и фитинг по самым низким ценам. Климат-маркет. Советский проспект 2. Левый пристрой строймаркета «Агроснаб». Компания «Дан Моторс». Официальный дилер «Форд» в Перми. Твой «Форд» в «Дан Моторс». «Хасана 105Б». Спешилова 117. В предстоящую среду в Пермском крае сохранится по-осеннему пасмурная, дождливая и холодная погода. Виной тому циклонический вихрь, северные ветры которого обеспечат беспрепятственный доступ в наш регион воздушным массам арктического происхождения. 12 сентября в Перми облачно, временами дожди, плюс 10 градусов тепла. В Александровске плюс 9, в Губахе 10 градусов выше нуля, в Кизеле облачность, временами дожди и плюс 9 градусов. В Соликамске тоже облачно, возможны дожди и 10 градусов тепла. В Березняках 12 сентября ожидается облачность, временами дожди, температура воздуха ночью плюс 5-7, днем 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. 12 сентября на территории Пермского края солнечная активность и геомагнитное поле спокойные. Информация предоставлена центром ФОБОС. Все типы обогревателей. Масляный радиатор 1200 рублей, электроконвектор 990 рублей или инфракрасный обогреватель за 550 рублей. Все очевидно. Технологии климата. Представляем автомобиль года. Форд Фокус. От 532 тысяч рублей. Твой Форд. Вдан Моторс. Хасана 105Б. Твой Форд.